В Иволгинском районе задержали мужчину. Тот избил знакомого кочергой и топором. Трагедия произошла в ночь 10 на 11 декабря в ДНТ «Родник». На фоне алкогольного опьянения между 43-летним и 36-летним мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой подозреваемый металлической кочергой и топором нанес противнику множество ударов по голове, туловищу и конечностям, после чего скрылся с места происшествия. Ближе к утру потерпевший скончался. После его смерти хозяин дома позвонил скорую и полицию. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Переходим к ДТП. Накануне вечером на улице Революции 1905 года неизвестный наехал на женщину, которая шла по краю проезжей части, а затем скрылся с места аварии. Пострадавшую госпитализировали в БСМП. Еще один наезд на пешехода случился на объездной дороге недалеко от проспекта автомобилистов. Мужчина посыпал песком трал, полуприцеп, используемый для перевозки различных грузов. В этот момент на него наехала Тойота Королла. В результате мужчину госпитализировали в БСМП. В этот же день в Тункинском районе пьяный водитель Тойоты Калдина выехал навстречку и врезался в микроавтобус. В результате ДТП травмы получил пассажир Калдины. Его госпитализировали в Тункинскую ЦРБ. Жаждущий алкоголя житель Севербайкальска решил, что границы существуют только в голове. И после отказа продать ему горячительное решил сломать дверь в питейное заведение. Любители амброзии задержали сотрудники Росгвардии. Еще один человек без комплексов решил справить нужду прямо в холле Пиплс Парка. Видимо, мужчина очень трепетно относится к здоровью, ведь долго терпеть очень вредно для мочевого пузыря. Бурятские бюджетники будут получать больше. Алексей Циденов рассказал о повышении зарплат в своем телеграм-канале. Грядущее повышение затронет воспитателей, учителей, медиков, соцработников, а также работников МУП «Городские маршруты». Но больше всего денег направят работникам культуры. Проект повышения предстоит утвердить депутатам Хурала на ближайшей сессии 15 декабря. Растут, впрочем, не только доходы, но и расходы. Январские платежки за декабрьскую коммуналку будут больше на 9%. На 8% вырастет и стоимость билетов вагона Купе, СВ, а также вагонах класса Люкс. Поднимутся цены и на алкоголь крепче 28 градусов, в среднем на 7%. В целом Центробанк прогнозирует инфляцию в новом году на уровне 5-7%. Минздрав составил для врачей список недопустимых слов при записи пациентов на прием. Теперь обращаться медики должны или на вы, или по имени. При посещении врача у вас не будет проблем, а будут наш вопрос или наша с вами ситуация. И, судя по всему, врачи теперь могут практически все. Поражение «не могу» или «не можем» также в черном списке. Это Бишкек глазами бурята. И, кстати, меня тут все принимают за своего и сначала пытаются поговорить на кыргызском. Меж тем наш бывший коллега Будамунхоев волею случая оказался в Бишкеке и решил сравнить его с Улан-Удэ. По его мнению, столица Кыргызстана уступает Улан-Удэ в плане общественного транспорта. В час пик Бишкек буквально застывает. Еще там можно встретить огромное количество студентов из Индии и Пакистана. Полное видео на YouTube-канале «Хиканы Бурятии». Кстати, ролик Буды набрал уже больше 100 тысяч просмотров. Тем временем в Улан-Удэ откроются 4 елочных базара. В мэрии города отметили, что большую часть деревьев срубили не просто так. Они находились в зонах противопожарных разрывов и в охранных зонах ЛЭП. Цена зависит от высоты дерева. От чуть менее 400 рублей за маленькую сосенку до почти 700 за огромную.